И при этом как-то само собой угадывается в ней и женский голод, и какая-то вороватость, что ли. Вот угадывается и сразу же прощается. Отрицательные качества в умеренном количестве делают персонажа более живым, более узнаваемым, что ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анна Ханна. Так у меня иногда бывает, что долго не могу подобрать фотографию героя истории на обложку к видео. И в этот раз тоже так получилось. Мне было важно, чтобы моя сегодняшняя героиня на этой фотографии улыбалась. Она практически на всех своих фотографиях улыбается и губами, и глазами, всем лицом. Очень такая задорная, подвижная, весёлая женщина. Сама себя она называла «рыжим клоуном». А что может сделать для нас рыжий клоун? Ну, поднять настроение, развеселить, насмешить. А если это талантливый рыжий клоун, он может нас ещё и растрогать. Сегодня у нас невесёлая история весёлого человека. Марина Голуб. Вы давно меня просили о ней рассказать. Слушайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Их квартира располагалась в полуподвале. Детство врезается в нас, как наскальная живопись. Штрихами и навсегда», — говорила Марина Голуб. «Первые штрихи моего детства — ноги прохожих на фоне неба». Маму Марины звали Людмила по мужу Фролова. Но мужа возле Людмилы не было. Он ушёл от неё, когда Марина была совсем маленькой. Людмила Фролова служила актрисой в театре юного зрителя. Исполняла в основном роли мальчиков, девочек и подростков. Своего биологического отца Марина так и не узнала. Её удочерил второй муж мамы — Григорий Голуб, военный разведчик и дипломат. Марине было года четыре, когда она впервые его увидела. И она сразу ему сказала, «Дядь Гриша, давай я буду тебя папой называть». Итак, Григорий Ефимович стал ей папой и остался им на всю жизнь. Он перевёз новую семью к себе в квартиру на Комсомольском проспекте. Оттуда Марина пошла в школу. Училась она так себе, но с ней за партой сидела девочка Аня, отличница, которая давала ей списывать. В те годы 60-е и 70-е много чего не было. Но вот у Марины как раз много чего было. И жвачки, и колготки, и даже настоящие джинсы. Правда, маленькие. И она их носила, прикрывая сверху длинным свитером, чтобы не было видно замка, который не застёгивается. Девочка Аня потом выросла, вышла замуж и взяла фамилию мужа — Политковская. Так что Марина провела школьные годы бок о бок с известной правозащитницей. А Анна, выходит, провела их бок о бок с известной актрисой. Марина, ещё будучи школьницей, часто бывала у мамы на работе. Из тёза Людмила Голубь перешла в драмтеатр имени Гоголя. Марине очень нравилась в театре. Но своё будущее она, как ни странно, связывала с профессиональным балетом. Она с детских лет серьёзно занималась хореографией. И мама её тоже очень хотела, чтобы дочь стала балериной. Да-да, Марина в детстве и юности была худая и прыгучая. И однажды Людмила отвела её в училище при Большом театре, показать педагогам. И ей там ласково объяснили, что быть худой — этого мало. Балет он для тонких и лёгких. А ваша девочка, уважаемая Людмила, имеет совершенно другое телосложение. И уже через несколько лет она будет крупная и большая. Умирающего лебедя не сыграет. Так что нечего и мечтать. Ну а если не в балет, тогда куда? Пойду в актрисы, сказала Марина маме. «В драму? В драму! А ты прочесть что-нибудь сможешь? Смогу! А ну давай!» И Марина прочла маме очень трогательное стихотворение про то, как ощенилась собака, как она гладила и причёсывала языком своих семерых щенков. А потом пришёл хмурый хозяин и всех собрал в мешок. Он понёс их к реке, а собака побежала за ним следом. Сергей Есенин. Песнь о собаке. Самое грустное, наверное, стихотворение на свете. Марина Голуб поступила в школу-студию МХАТ. Она была очень успешной студенткой. А настоящий звёздный час пришёл к ней на четвёртом курсе. Дипломный спектакль. Называется «Хэллоу, доли». А у неё там главная роль. И даже газета «Советская культура» напечатала об этом заметку, аплодисменты на экзамене. Этот спектакль стали показывать на театральной сцене. И вся Москва пошла смотреть «Хэллоу, доли». Лишний билетик спрашивали ещё на подступах к МХАТу. Это был 1979 год. Марина, 22. На выпускном экзамене она танцует венгерский танец. Её партнёр Дмитрий Золотухин, молодой красивый студент. У Марины и Дмитрия роман. И это видно. Прекрасный танец, великолепное исполнение. Ей и ему отлично. Марина была уверена, что после триумфального окончания школы-студии МХАТ её возьмут в любой театр. Тем более все знаменитые режиссёры обратили на неё внимание. И Плучек, и Товстоногов, и Гончаров. Молодая актриса. А какой темперамент, какой потенциал. Но вот что удивительно. Одарённая Марина с театральным дипломом, без работы. Все восхищаются, но никто не берёт. А всё дело в том, что она для молодых ролей не годится. Ей как-то больше более зрелые подходят. А для более зрелых ролей в каждом театре уже есть своя прима. У Плучика — Татьяна Васильева. У Товстоногова — Светлана Кручкова. У Гончарова — Наталья Гундарева. Их с Дмитрием Золотухиным взяли сниматься в фильме «Юность Петра». Дмитрий получил там главную роль. А Марина — короткий эпизодик. Дима — большой, а Марина — маленькая. Фильм «Юность Петра» вышел в 1980 году. Золотухин резко стал популярным. Их отношения с Мариной, как часто происходит в таких случаях, расстроились. Марина забеременела, но решила не рожать от Дмитрия. Надо было делать карьеру. А карьера не делалась. И голубь хваталась за любую работу. Она преподавала хореографию в детской студии танца. Она даже пела с уличными музыкантами в центре города. Два года она проработала в Москонцерте на эстраде, там, где работала её мама. Эстрада — это когда выходишь и напрямую общаешься с публикой. Сложный жанр. Марина вела концерты, объявляла номера и сама читала со сцены стихи и монологи. Кроме этого, она подрабатывала где только могла. Играла везде, где позовут. Однажды на вечеринке в доме актёра Марина играла в сценке, где изображала работницу железной дороги, которая даёт интервью. Реакция была оглушительная. И Марина почувствовала вкус комедии и поняла, что это и есть её. Повезло ей только в 1982 году. Театр-миниатюр Аркадия Райкина переезжал из Ленинграда в Москву. Молодёжное крыло труппы возглавил Константин Райкин. Он и позвал Марину Голуб в свой коллектив, который позже стал называться «Сатирикон». Первая работа Марины — юмористическое обозрение лица. Это набор пластических композиций и музыкальных номеров. Марина очень серьёзно относилась к своей работе. Актёры «Сатирикона» вспоминают, что после репетиции она ещё специально искала какую-нибудь свободную комнату, чтобы там закрепить пройденное, ещё раз повторить роль. В общем-то, всё в её жизни стало как будто налаживаться, в том числе и в личное. Марина вышла замуж за серьёзного, состоятельного, очень положительного человека. Зовут его Евгений Тройнин. Он не из творческой среды, человек технической профессии и при хорошей должности. «Главный инженер», — объясняла Марина. Потом, правда, оговаривалась. Ну, заместитель главного инженера. В свадьбу Марины и Евгения гуляли дома у Марины. Гуляли два дня. Один праздник для взрослых, другой для молодёжи. Её мама Людмила Сергеевна накрыла огромные столы и сшила дочери три наряда на каждый выход. Один для ЗАГСа и по два платья на каждый день свадьбы. Медовый месяц молодожёны провели в Пицунде, на море. Оттуда Марина вернулась беременная и прозревшая. Она поняла, что её муж, Евгений, совершенно ей не подходит. Они друг другу будто иностранцы. Он не театральный человек, абсолютно глухой к её работе. И что она делает? Собирает чемодан и говорит, «Жень, ухожу я от тебя. Ничего у нас с тобой не получится». Отважный довольно-таки шаг. Вот так вот уйти от мужа с чемоданом и токсикозом. Уйти практически в никуда. Ещё до свадьбы с Евгением Тройниным Марина познакомилась с Вадимом Долгачёвым. Это произошло в Волгограде, куда театр-миниатюр приехал с гастролями. Вадим высокий, крупные черты лица, похож на дебардье. Вообще он на историка учится, подрабатывает на строке, но быть хочет артистом. Целый месяц театр был в Волгограде на гастролях. За этот месяц Вадим и Марина подружились. И Марина поверила в артистические способности Вадима. «Приезжай в Москву», — сказала она прощание. «В голосе Марины, — говорит Вадим, — было что-то такое убедительное, что я набрал на работе отгулов и отправился в Москву. Позвонил ей прямо с вокзала. Она не удивилась моему звонку. «Приезжай в Амхат», — говорит. Марина тут же потащила молодого дебардье своим педагогом. Посмотрите, он им понравился. Вадима Долгачёва приняли. Когда они увиделись в следующий раз, Марина сказала, «У меня завтра свадьба, приходи». Вадим купил цветы и пришёл её поздравить. Дома у Марины был накрыт большущий стол. И за этим столом только одно свободное место — возле невесты. Слева от Марины сидит жених, а я справа. Гости кричат горько, жених с невестой целуются. Потом она снова поворачивается ко мне, и мы о чём-то разговариваем. Эта картина вызывала непонимание у гостей. За кого же всё-таки Марина выходит замуж? За того, что слева или за того, что справа? Потом она очень смешно рассказывала, почему она вышла замуж за отройнена. Оказывается, её папа уговорил. Мол, стерпится, слюбится. Актрисе нужен человек солидный. Он, твоя мама, меня тоже сначала не любила, а потом полюбила. Марина послушалась папу, и, как оказалось, зря. Долгачёв приходил проведывать Марину в роддом. Она ему показывала из окна маленькую дочку Настю. Когда Насте было всего месяц, Вадим попрощался с соседями по общежитию и пришёл жить к Марине навсегда. «В воскресенье, — говорит Вадим, — я шёл с Настей гулять в парк. А в будни после лекции меня ждали маленький ребёнок, гора пелёнок и грязная посуда. Ночью они с Мариной по очереди вставали к Насте. Иногда бывало, что вообще не ложились, не спали, когда девочка болела. А утром надо идти на занятия в школу-студию МХАТ. После декретного отпуска Марина вернулась в театр «Миниатюр», но Райкин давал ей исключительно маленькие и второстепенные роли. «Обиделся». Режиссёрам обычно не нравятся актрисы, которые идут в декрет. Но и с маленькими ролями Марина часто ездила на гастроли, оставляя Настю с Вадимом. «Я её полюбил как свою. Она и не подозревала, что у неё есть родной отец. Называла меня папой. Говорит о Насте Вадим. Три года они жили без регистрации брака, а потом поженились. Вадим завершил учёбу, и чтобы остаться жить в Москве, ему нужна была прописка. Купили Вадику синий финский костюм, пошли в ЗАГС и расписались. Марина устраивала то, что Вадим заботливый и добрый, но ей хотелось бы, чтобы он к тому же был и знаменитым, и чтобы хорошо зарабатывал. А вот с этим как раз не получалось. Вадиму подходило жить в тени супруги. К тому же он стал прикладываться к стакану. «Не пей», — говорила ему голубь, «а ты не ешь», — отвечал он располневшей жене. Да, Марина к тому времени сильно набрала вес, стала большой. Марине надоели второстепенные роли у Райкина. Однажды на спектакль с её участием пришёл директор еврейского театра «Шалом», режиссёр Александр Левенбук. Ему и его жене очень понравилась игра Марины. Фамилия знакомая — Голубь. В тот же вечер он позвонил Людмиле и спросил, «Людочка, а молодая актриса с фамилией Голубь имеет к тебе какое-то отношение?» Так Марина Голубь стала примой театра «Шалом». Сама она еврейкой не была, но учила тексты на идиш. Ей очень пригодился эстрадный опыт. Во время игры она блестяще взаимодействовала с залом, импровизировала, оживляла действия. У Марины было редкое для женщины качество. Она не задумывалась о том, как она выглядит. На сцене она много танцевала, имея при этом достаточно крупную фигуру. Вот бывает, что люди худые, а танцуют напряжённо. А она не худая. Танцевала очень раскрепощённо и при этом легко и с огоньком. В 1991 году театр «Шалом» ездил в Англию на гастроли. Они там дали 17 спектаклей при полных аншлагах. И 17 раз Марина своими танцами срывала овации. Потом были полугодовые гастроли в Канаду. Но местные профсоюзы не разрешили показывать шоу. Мол, этим должны заниматься канадские артисты. Планы были сорваны. В ту поездку Марина Голуб взяла с собой Вадима и Настю. Пришлось их срочно возвращать назад. А сама она задержалась, чтобы хоть что-нибудь заработать. Вот как она рассказывает. «Я вела концерты в ресторане, надевала красивое платье и в полном гриме шла через весь город. Денег на такси не было». Марина всё ещё любила своего Вадима, но она прекрасно понимала, что он ей не подходит. Не по тем причинам, по которым не подходил ей первый муж. Вот есть созидатели, есть разрушители. А Вадим просто по натуре своей был не созидатель. В общем, они разошлись после трёх лет официального брака. В 1995 году Марине Голуб 38 лет. И она центральная актриса еврейского театра «Шалом». В театр приходит молодой паренёк Анатолий Вайсман. Ему 23. Вот он. Интересно, что на официальном сайте Анатолия нет ни слова о его работе в театре «Шалом». Так вот, у него сияющая юность, а у неё опыт и связи. Марина в те годы уже была достаточно популярна. Во-первых, телевидение, во-вторых, роли в кино маленькие, но яркие. Короткая эмоция в эпизоде. Это её конёк в кино. Ну и, конечно же, театр. Зрители специально шли на Марину Голуб. Она приносила со спектаклей охапки цветов. А тут, надо же, Толик. Сидели, разговаривали. И я чувствовала, как всё вокруг меняется, становится мягким, сияющим. Происходили какие-то химические реакции, обмен душами. Взрослая актриса берёт творческое шепство над молодым актёром. Фамилия Толика – Вайсман. Дословно переводится как «белый человек». Голуб придумывает для него актёрский псевдоним – «Белый». Анатолий Белый. Влюблённая Марина решает, что им необходимо закрепить отношения государственной печатью. Толик переезжает в её квартиру. Но у Марины есть заветная мечта – иметь собственный загородный дом. Она занимает деньги у каждого, кто может одолжить, вьёт семейное гнездо и активно продвигает молодого мужа. У неё есть чутьё, а у Толика, безусловно, есть способности. Он достоин того, чтобы его заметили. Марина нахваливает Белого. При каждом случае старается замолвить о нём словечко знакомым режиссёрам. Посмотрите на Толика. Он ведь и фехтовальщик, и акробат, и на гитаре играет. В отличие от Вадима Долгачёва, Белый не хотел быть домохозяином. Он, наоборот, хотел много работать. Но вот просто не везло. Случались довольно долгие простои. И на него накатывала уныние, депрессия. А Марина его всегда утешала, подбадривала. Напоминала о том, какой он умный, красивый и способный. Уверяла, что роли будут. А дом в Подмосковье она построила как раз к десятилетию их совместной жизни. Позвала в гости друзей, чтобы похвастаться, как у них там с Анатолием красиво и уютно. С молодым мужем Марина, что называется, спустилась на полпоколения вниз. Но и одновременно помолодела на эти полпоколения. Толик растёт, развивается, как актёр, получает роли. Да и Марина чувствует, что сцена еврейского театра становится для неё тесной. Она принимает решение уйти из театра «Шалом». И мудрый еврей Александр Левенбук всё хорошо понимает. Он уважает решение Марины, он её очень любит. И поэтому отпускает её без слова упрёка. Марину звали в основном на роли, где она играла таких громких женщин с хрипотцой и с хитрецой, таких хамовитых, но душевных. И не выдержу, если не скажу, что эти её персонажи мне очень нравились. Вот эпизод в фильме «Свадьба», где она играет директора «Столовой». Какая она там прекрасная! Вот что такое роль? Роль — это слова на бумаге. А как сделать так, чтобы они стали объёмными? Вот, допустим, написано «Входит директор столовой». А как входит? А какой директор? Сияющая женщина в нарядном платье, с прической, с укладкой, и в руках у неё фаршированный осётр. Торжественная, радушная хозяйка столовой. Вот мне почему-то именно этот её образ особенно близок. И при этом как-то само собой угадывается в ней и женский голод, и какая-то вороватость, что ли. Вот угадывается и сразу же прощается. Отрицательные качества в умеренном количестве делают персонажа более живым, более узнаваемым, что ли. Это не просто комедия ради комедии, а настоящий дар — вызвать симпатию к тому, кого играешь в коротеньком эпизоде. Актёров, которые играют трагические роли, ценят в основном профессионалы, критики, любители искусства. Народ же больше любит комиков, обаятельных и весёлых. Вот посмотришь на такую Марину и подумаешь, хорошо бы с ней, например, оказаться в компании за общим столом или в поезде, в дороге куда-нибудь далеко ехать, или, не дай бог, попадёшь в больницу, так вот было бы здорово, чтобы такая, как она, на соседней койке оказалась. Марина владела самым сложным, что есть в актёрском творчестве — клоунадой. Клоунада — это не обязательно красный нос и пиджак по калинам. Игра Марины строилась не только на шутовстве, но и на знании жизни, на наблюдательности. Помните, как она объявляла музыкальный опус в Ширли-Мырли? Зрители видят её только несколько секунд, и этих секунд достаточно, чтобы стало понятно, что за персона объявляет Шниперсона. Марина умела и делала всё. Днём она вела телепередачи, снималась в рекламе, рекламировала и мятные таблетки, и даже средства для чистки сантехники. А вечером публика в театральном зале ожидала её выхода. Марину Голуб приняли в труппу МХТ имени Чехова. Именно этот театр стал для неё новой точкой отчёта в творчестве. Марина поняла, что ей уже надоело играть толстушек, хохотушек. Она взрослела как актриса, она созревала как хорошее вино. Её Толик тоже рос. Это диалектика. Чем больше Марина вкладывала в него труда, любви, вкуса, времени, внимания, мастерства, тем больше доставалось ему ролей, тем быстрее количество её усилий переходило в качество его игры. Марина была хорошим педагогом, к тому же любящим. Чего-чего о любви она для Толика не жалела, отсыпалась горой. В конце концов получилось то, чего Марина собственно и хотела. Анатолий Белый стал хорошим артистом, сформировался в отдельную независимую творческую единицу и перестал нуждаться в патронате Марины. Голуб и Белый прожили вместе 13 лет, венчались в церкви. У них было много общего. И любимая профессия, интересное дело, тяга друг к другу, общая отдача, наконец. Не было только общей перспективы. Такое часто бывает в жизни неравных по возрасту пар. Со стороны, наверное, может показаться, что Анатолий Белый выдавил из этого брака все выгоды, переступил через жену и пошёл покорять следующие вершины. Но вполне может быть, что это и не подлость, и не хитрость, а обыденный инстинкт продолжения рода. Базовый, можно сказать, инстинкт. Толику всего лишь за 30, а у Марины хоть и ранняя, но всё-таки осень. Багрец и золото. А ему необходима цветущая весна. Он говорил, что тоже любит Марину. Раньше, ожидая её с гастролей, он писал в ежедневнике. «Осталось два дня до приезда моей любимой. Остался день. Сегодня буду встречать мою любимую». Вот только любовь его была такая сыроватая, такая аль денте. Вероятно, как и любовь Марины к её второму мужу Вадиму. Историк моды Александр Васильев рассказывал, как к нему в Париж однажды приехал Анатолий Белый. «Приехал не один, а с молодой женщиной. Васильев предложил им две кровати в разных комнатах. Да нет, не стоит, мы поместимся в одной», — сказал Анатолий. «Новая женщина Анатолия моложе Марины на 22 года. Что поделаешь, молодость тянется к молодости». А Марина у мамы на всё понимала. Вот только как остановить любовь? Разве так бывает? Утром ещё была, а в обид уже закончилась. Марина Голуб очень любила белый цвет, потому что это был цвет Анатолия. Её подруга рассказывала, как они когда-то в Ялте набрели на какой-то сумасшедший ресторан. На Марине был белый берет, белая кофта, белая юбка. И всё это прекрасно смотрелось на фоне бирюзового моря. На неё все оборачивались, а она, зная об этом, делала вид, что не замечает. В ресторане она заказывала дорогущее искристое вино и всех угощала. Вечер был великолепный. А потом была наша следующая встреча. И я увидела Марину с перевёрнутым лицом. Я спросила, что-то случилось, может быть, с папой. И вдруг она стала так горько плакать, что я не стала её расспрашивать. Я поняла, что случилось что-то серьёзное. И вскоре узнала про уход мужа. Марина долго лечила синяки на сердце. «Если ты хорошо относишься к жизни, жизнь тоже будет относиться к тебе хорошо», — говорила Марина. И она, и Анатолий кое-что получили после развода. Каждый своё белый молодую жену и шанс стать отцом. А Марина — серьёзное духовное взросление. Именно через боль она окрепла, как актриса. Ведь Голубь-то сыграл огромное множество всевозможных характеров. От деревенских почтальонш до аристократок. И всё у неё получалось. Но у неё была роль мечта, о которой она грезила всю свою жизнь. В 2009 году её театр принял в репертуар пьесу Горького, «Васса Железного». И эту роль дали Евгении Добровольской. Возьмите меня во второй состав. Марина просила и режиссёра, просила она и Табакова, который в то время был художественным руководителем. Она знала, что Васса ей по силам. Мама её, Людмила Сергеевна, тоже всю жизнь хотела, чтобы Марина сыграла Железнову. «Горький — это твой драматург. Буду счастлива, если однажды ты выйдешь на сцену в роли Вассы». Вмешался случай. Добровольская поссорилась с режиссёром, и роль хозяйки пароходства дали Марине голубь. Всё-таки жизнь хорошо к ней относилась. Правда, репетиции к этому времени шли уже в течение 8 месяцев, и ей пришлось очень быстро подключаться к процессу. Времени было мало. Но спектакль всё же состоялся. Сама Голубь считает, что Васса — это вершина её актёрского мастерства. Этот спектакль есть и на Ютубе, продолжительность 2 часа. Я, признаюсь, посмотрела где-то две трети. Театральная постановка, конечно, лучше смотрится из зала, чем с экрана. «Безусловно, Голубь много труда и души вложила в свою Вассу». Мне кажется, что если бы сам Горький её увидел, он был бы очень доволен. Я же избалована старым фильмом Глеба Панфилова, где Вассу играет Чурикова. Лучше ли играет, хуже ли играет. Сравнить трудно, невозможно. Это всё равно, что, знаете, когда хорошую песню, исполняют два горячо любимых тобой вокалиста. Причём совершенно по-разному это делают, каждый в своей манере. Может, потому что Чурикова была раньше, а может, потому что кино воспринимается с экрана легче, чем спектакль. Или почему-то ещё. Но всё же я продолжаю связывать этот образ с негромкой, сдержанной Чуриковой. «Анна, не тратьте время на Марину Голубь». Знала её лично, так как мой муж работал на фабрике 8 марта. Не стоят о ней. Вы хорошо о ней расскажете. А всё не так было. Она с задорной улыбкой ломала хребты людям. Знаю по истории моей семьи. Этот комментарий появился у меня в сообществе два с половиной месяца назад, в декабре, когда я проводила голосование, о ком сделать следующий подкаст. Были Взбарская, Галкин и Голубь. Я очень внимательно читаю то, что мне пишут зрители. И, конечно же, такой комментарий не мог меня не зацепить. Вскоре ответила другая зрительница, единомышленница. Спасибо. Такое же мнение. Напрасный труд искать благородство, где его и близко не стояло. И снова первое. Для тех, кто знал её, возможно, она была противоречивой. И только для тех, кто её совсем не знал, она могла быть хорошей. Она не была хорошей женщиной. Она была продажной. Очень она деньги любила. Больше, чем людей. Я просила отозваться тех, кто знал Марину Голубь лично. Мне написали две другие зрительницы. Одна из них — актриса. Она снималась с Мариной на киностудии имени Горького в проекте «Русские водовили». Как раз в то время, когда Марина начинала встречаться с Анатолием. Она была ему не только женой, но и мамой. Взяла весла и грибла. Грибла помогала, спасала, поддерживала, переживала, любила, заботилась. Очень переживала из-за разницы в возрасте. Худела, не вылезала от массажистов и косметологов. Покупала себе дорогие наряды. Старалась молодиться. Она не была спокойна и счастлива. Тяжело работала над собой. Молодой красивый муж стал её проектом. Марина не любила себя. Она была женщиной-жертвой. Ну, как видите, ничего плохого. Второе письмо я получила от детской писательницы, которая вместе с Мариной работала над передачей «Праздник каждый день». Это такой аналог «Спокойной ночи, малыши», ежевечерняя передача для детей. Женщины подружились и проводили вместе много времени. Это очень такое тёплое, хорошее письмо с воспоминаниями и рассуждениями о непростой Марине, о непростом Толике, о передаче «Эх, Семёновна», о том, что такое профессиональный компромисс и почему выгасает дружба, о том, какой была Марина. Несахарная и неблагостная. Но зато её было за что любить. Тоже, как видите, ничего плохого. Ну и, конечно, комментарий от Ирины Ткачёвой, которая разбирает людей по дате их рождения. Вот что она пишет. Жила Марина чувствами, хотела любить сама и чтобы любили её. Рядом с ней каждый, попав в ауру позитива, мог позволить себе быть самим собой. Марина носила социальную маску, с виду коня наскаку остановит, а внутри ей хотелось на ручки. Хотя собственные руки всегда были заняты какой-то ношей. От таких, как она, обычно ждут больше, чем дают им взамен. В людях Марина ошибалась, её обманывали. Её типаж мужчины — покровитель. Но она из тех женщин, которые и не покровителя будут тянуть до роли социально значимой персоны. Если говорить об Анатолии, она подходила ему гораздо больше, чем он ей. Актриса — это её профессия. А ещё она прирождённый преподаватель и зодчий, который с нуля отстроит крепкое здание. Да, жизнь хорошо относилась к Марине. Сначала она вознаградила её как актрису, дав шанс сыграть долгожданную роль. А потом и как женщину, подарив ей встречу с особенным человеком. Миллионер, путешественник, мебельный магнат Михаил Кравченко, президент холдинга «Фабрика 8 марта». Красивый, богатый мужчина, которого не нужно ни тянуть, ни продвигать, ни вывозить. Сильное плечо и при этом молодое. У Михаила, безусловно, получалось заниматься бизнесом, а нравилось ему заниматься творчеством. Он сочинял стихи, рисовал и даже освоил ремесло скульптора. Его влекло искусство. Поговаривали о его романе с принцессой Кентской. Они вместе провели несколько дней в Венеции. Пожилая принцесса и молодой миллионер. Жили в дорогом отеле, ходили, держась за руки. Хотя сам Михаил утверждает, что она была ему интересна лишь как автор книг по истории искусства Европы, а он ей как специалист по интерьерам. А ещё Михаила тянуло к актёрству. Финансовые возможности позволяли многое. Хочешь быть актёром — будь им. И Михаил решил создать свой собственный театр. Самый настоящий, чтобы сыграть в нём самый настоящий спектакль. К 15-летию холдинга было решено поставить пьесу Грибоедова «Горе от ума». Как говорится, у богатых свои причуды. Впрочем, не такая уж и плохая причуда. В спектакле приняли участие работники всех фабрик, входящих в холдинг. А сделать постановку пригласили Марину Голуб. В роли Чацкого — Михаил Кравченко. Вот так завязался их роман. В Михаиле Марина видела своё отражение. Этот мужчина, говорила, она мыслит, как я. Он на 9 лет моложе её, но это зрелый человек со своей богатой биографией, с огромным успехом, с широчайшей палитрой увлечений и со своим большим личным горем. Кравченко женился молодым, очень любил жену и дочь. В 1996 году случилась трагедия. Они ехали на машине, за рулём был Михаил. Навстречу вылетел автомобиль. Кравченко не успел увернуться от удара. Похоронил обеих и корил себя за это беспощадно. Перестал отмечать свой день рождения. Полюбил экстремальные путешествия. Ездил чуть ли не к людоедам в Африку. Взбирался на горы, исчертил вдоль и поперёк Австралию. Как будто искал способ погибнуть. Можно ли забыть то, что случилось в прошлом? Нет, но можно продолжать двигаться вперёд. День рождения Михаилу устроила Марина. Она сняла о нём документальный фильм, который назвала «Человек-диван». А потом с сюрпризом организовала для него пышный праздник. Такое громкое торжество. Нужен ли был этот праздник Михаилу? Трудно сказать. Просто Марина очень хотела, чтобы он вновь почувствовал себя счастливым. Сама она, безусловно, была счастлива. Марина летала над землёй, похудевшая, постройневшая, загоревшая. Фото Михаила стояло у неё на заставке компьютера. Но была ли она единственной женщиной у него в то время? Михаил не скрывал, что у него есть другая, с которой он состоит в так называемом гражданском браке. Я, кстати, не понимаю, почему браки, где люди живут без регистрации, в народе называют гражданским. И, похоже, эти отношения не прерывались, несмотря на роман с Мариной. Спектакль «Горе от ума» был показан в июне 2011 года, на День мебельщика. Был ли у Кравченко актёрский талант, судите сами. Ссылка на видео будет в описании. Но Марина талант в нём увидела. И Кравченко продолжал играть. Следующая актёрская работа в документальном фильме «Иван Грозный. Портрет без ретуши», где Кравченко снова взял главную роль. Марина была с ним на съёмках, буквально дежурила. Говорят, что Михаил обещал ей подарить площадку под её собственный театр, Народный театр Марины Голуб. Премьера Ивана Грозного состоялась на телевидении в начале мая 2012 года. А спустя ещё две недели Михаил Кравченко был расстрелян. Так бывает с крупными бизнесменами. Михаилу было 46 лет, а его внебрачному ребёнку — 9 месяцев. Марина знала о том, что этот ребёнок родился и растёт. Однако не отказалась от Михаила. Может быть, это и есть тот самый переломанный хребет, о котором мне в начале декабря писала моя зрительница. Не знаю. Как рассказать, чем стала для Марины Голуб гибель Михаила Кравченко? Нет таких художественных средств, которые могут передать боль в чистом виде, такую боль абсолютную. Вот как ты пережила, как ты перенесла. Надо было цепляться за какие-то жизненные смыслы. И одним из таких смыслов для Марины стало узнать, кто стоит за убийством Михаила. Она занялась собственным расследованием, независимым. Надо ли было это делать? Марина то и дело стала получать телефонные звонки, как предупредительные таблицы на электросчетах. Не влезай — убьёт. В начале октября 2012 года Голуб набрала номер мамы Михаила. «Галина Николаевна, у меня есть, что вам рассказать. Но это только при личной встрече. Заберу машину из ремонта и приеду». Через несколько дней Марина отправилась в Театр нации посмотреть спектакль «Смертельный двигатель». Да, её машина была в ремонте, поэтому она позвонила своему знакомому и попросила, чтобы он после спектакля её забрал и отвёз на дачу. Это было 9 октября. И почему-то в этот раз жизнь не захотела отнестись к ней хорошо. Жёлтый сигнал светофора предупреждающий. Жёлтый цвет надо уважать, останавливаться. Водитель красного кадиллака не остановился. Вот в таком коротеньком, узеньком кусочке времени, когда у одного ещё горит жёлтый, а у другого уже загорелся зелёный, может много чего плохого произойти. Может погаснуть целая звезда. Марина не пристегнула ремень безопасности. И это, как ни странно, хорошо. Она погибла так быстро, что не успела этого понять. Погиб и водитель. А тот, кто ехал в кадиллаке, остался жив и даже сбежал с места происшествия. Потом он, правда, выпустил видеообращение, в котором аккуратно признался, что по стечению обстоятельств стал участником и вероятным виновником аварии. Выезжая на жёлтый сигнал светофора, я не подозревал, что другой автомобиль так резко сорвётся с места. Потом объясняют, почему не явился с повинной, мол, боялся стать козлом отпущения. Страшная вещь с течением обстоятельств. Скорость, с которой двигался молодой водитель кадиллака, не позволяла избежать столкновения. Виновника ДТП судили. Правда, не очень строго. Дали всего 6,5 лет в колонии общего режима. А свою вину он так и не признал. Самое интересное, что следствие не обнаружило связи между смертью Михаила и смертью Марины. Это два совершенно отдельных, независимых друг от друга события. Тоже стечение обстоятельств. А убийство Михаила, кстати, вскоре было раскрыто. Оказалось, что преступление заказал его компаньон по фамилии Пронин. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Была такая обанкротившаяся кинокопировальная фабрика в Рязани. Три гектара земли, огромные производственные помещения. Фабрика государственная. И Пронин предложил Кравченко заплатить долги фабрики и взять все это добро себе в собственность. Успех, говорит, гарантирую. Но успеха не получилось. Проект не состоялся, потому что все сделки были отменены в суде. А Кравченко, как деловой человек, потребовал у Пронина вернуть свои инвестиции. Вот только Пронин решил, что проще избавиться. Нет человека, значит, нет и обязательств перед ним. Он сам нашел оружие и тех, кто его потом применил. Нельзя гоняться за дешевизной. Фабрика, кстати, кинокопировальная. Значит, хоть и косвенная, но отношение к кино имеет. Как-то так. Ну что, пора закругляться. А вот чем закруглить? А вот чем. На похоронах Марины никто не мог говорить. Потому что на большом экране показали ее живую, как она смеется и танцует, радуется. И в таких обстоятельствах говорить, конечно, невозможно. Говорили потом, позже. Вот что сказали. Каждому из нас нужна своя Марина, которая обнимет и скажет, «Да все у тебя нормально, а завтра будет еще лучше. Ничего, прорвемся». Когда Марины не стало, спектакль Васса убрали из репертуара театра, потому что... Потому... Потому что незаменимые все-таки есть. «Я рыжий клоун», — говорила Марина. «Настоящий клоун» — это все-таки печальный персонаж. Велик тот клоун, которому по плечу и короткая эмоция в эпизоде, и заводной танец в мюзикле, и трагическая роль в двухчасовом спектакле. А хоть бы и старое стихотворение о том, как шел хмурый человек с мешком, шел к реке, и бежала за ним собака, как дрожала незамерзшая вода, а на небе светил месяц, тоже похожий на маленькую собаку. Показался ей месяц над хатой одним из ее щенков. В синюю ввысь звонко глядела она скуля, а месяц скользил тонкий и скрылся за холм в полях. И глухо, как от подачки, когда бросят ей камень в смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»